Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы рассмотрим одну довольно специфичную категорию женщин. Во-первых, это женщины, которые негодны для создания семьи. И во-вторых, они очень трудновыявляемы. Во многих предыдущих сюжетах я говорил о женщинах, негодных для серьезных отношений создания семьи. Я во многом проводил параллель между этими понятиями. Но что такое семья? Все-таки это очевидно не регистрация брака в ЗАГСе. Семья это, опять же, некое развитие серьезных отношений. Это просто признание, что женщина становится женой. Может быть, для кого-то это церковный брак, венчание. Но для кого-то это и просто сожительство с точки зрения права. Просто вы признаете, что это уже не какие-то там серьезные или очень серьезные отношения, а все. На всю жизнь, до конца жизни. Тогда это семья. Потому что ЗАГС, на мой взгляд, семью создать не может. Как можно создать вечное, не имея основы в вечности? Но не суть. Здесь же мы рассмотрим женщину, которая непригодна именно для создания семьи. То есть для серьезных отношений, ну что такое серьезные отношения, но не семья. Два-три года отношений. Может быть, четыре, но не больше. Такая женщина может быть пригодна для таких отношений. Как ни странно. Но для семьи, то есть на всю жизнь, она непригодна. По сути, речь пойдет о домашних садистах. И самый главный вопрос, который нас будет волновать. Как определить домашнего садиста, бытового садиста, не создавая с ним быта, не доводя до уровня родства, не входя с ним в один дом, когда он развернется. Как в девушке, в молодой девушке увидеть вот ту самую бобень садиста домашнего, которая будет жрать всех вокруг себя, и особенно домашних, не доводя еще до этого состояния. Как в девушке это разглядеть? Более того, сама девушка может еще не являться ни домашним садистом, и даже не подозревать свои склонности, не подозревать то будущее, которое она сама себе и окружающим сделает. Вот сейчас об этом и поговорим. Итак, есть такая категория женщин, которые, ну, по сути, занимаются домашним садизмом. Домашний садизм в отношении мужа, в отношении детей очень ярко проявлен. Родственников, если только можно их зацепить. То есть здесь женщина может даже не пожалеть денег. Есть какой-то родственник, там, не знаю, племянник, его сначала прикармливают, он уже не может соскочить с этих денег, и тогда его начинают сжирать. Если же родственники далекие, то садизм, как правило, выглядит, ну, не знаю, есть такая кобра, плюющаяся кобра. То есть плевок, человек, как правило, уворачивается от яда и больше уже не приближается. Вот, но кобра-то попадает, а домашний садист может не попасть. Поэтому родственники просто разбегутся. Родственники, друзья, знакомые. Так вот, как выявить это на этапе еще молодой девушки? Склонность к домашнему садизму. Это будет очень специфичный человек. Смотрите, первое, что будет бросаться в глаза. Это человек в социальном плане во всех отношениях положительный. Учеба шикарно. Учителя, преподаватели отзываются исключительно положительно. То есть либо это отличник, либо, да, и отличник, и такой старательный человек, девушка старательная, пытается максимально усваивать все. Если вдруг она не отличница, то она пытается. Она постоянно вот рвется. То есть явно ограничение по мозгам, но она будет пытаться усвоить. Она будет учиться на 1-2 балла лучше, чем ей вот дано. За счет усидчивости. За счет вот этого зубрежа постоянного. Потому что ей постоянно нужно хорошее впечатление, хорошее мнение о себе. Со стороны учителей. Работа. То же самое. Со стороны начальства. Исключительно положительный человек. И задержится, когда нужно, и, как говорится, подменит. Все, исключительно положительный. Просто незаменимый работник. Коллеги. То же самое. На работе. Поможет, подменит. То есть исключительно положительная характеристика по месту работы. Соседи. Исключительно положительный человек. Поможет. Выйдет, дверь откроет, когда соседи ключи забыли. Хотя бы они сто раз их забывали. Короче говоря, соседи будут характеризовать положительно. Знакомые. Душа компании. То есть вот. Но дальние знакомые, заметьте. То есть вот. Человек со всех сторон характеризуется исключительно положительно. Дальше. Что будет бросаться в глаза? Какое несоответствие? Да, будет именно несоответствие. Дело в том, что люди бывают не только плохие и хорошие, они бывают еще гнилые. Так вот, гнилой человек, в отличие от плохого и хорошего, это человек нецелостный. Человек плохой, как и хороший, это целостный человек. Он либо целостно плохой, либо целостно хороший. А гнилой человек, у него мысли минимум двоятся. Может быть и троятся, и больше, но минимум двоятся. Вот это и есть гниль. Поэтому для кого-то он будет хорошим выглядеть, для кого-то плохим. Так вот, гнилой человек всегда содержит в себе противоречия. Какие это будут противоречия? Несмотря вот на такую положительную характеристику со всех практически точек социального бытия, у этого человека нет близких друзей. Вот так. Получается странно. Казалось бы, неужели никто из коллег по работе не захочет с ним поближе сойтись, дружить? Или же из сокамерников по учебе, например, тоже как-то там одноклассники, однокурсники, однокашники. Кто-то захочет же с ним, наверное, поближе дружить, но это же человек явно заманчивый для того, чтобы с ним дружбу завести. И почему-то близких людей нет, близких друзей нет. Родственники, то же самое. Либо он с кем-то объединен под одной крышей, но каких-то вот дальних родственников, которые от него могли бы отшатнуться, могли бы, не связывает их одно жилье, но они не отшатываются, тоже почему-то нет. Получается несоответствие. Странно, да? А дело очень просто объясняется. Как только человек приближается вот к этому хорошему человеку, то есть будьте уверены, что приблизиться к этой девушке, женщине, попытались там десятки и сотни людей, но как только он приближается, он видит внутреннюю составляющую, внутреннюю гниль. И он приблизился, он преодолел вот эту внешнюю красивую оболочку, увидел гниль и отошел. Вот в результате это и будет давать такой эффект, что с одной стороны, со всех сторон положительно, а с другой стороны, никого нет у близких людей. И зачастую даже могут возникнуть вот со стороны тех внешних всякие сетования, что надо же, такой человек хороший, а личной жизни нет совсем. Такая девушка хорошая, а вот ни молодого человека у нее нету, ни мужа там. Все. Странно как. Вот венец безбрачия. Человек-то хороший сам по себе, но они-то судят как внешние, они-то смотрят на оболочку, откуда они знают, что это за человек внутри. И как только появится кто-то, кто будет претендовать на близкое общение, то есть уже общение с внутренним человеком, он шарахнется, шарахнется от той гнили, которая там. И то, что там, может оказаться намного хуже, чем суть человека, которого вот эти же внешние считают, что этот человек плохой. Да, это дурак, этому понятно, что с ним, как говорится, никто связываться не будет. Да он гениален по сравнению с тем, что там внутри, у этого хорошего человека. Вот это и есть такая главная характеристика. Дальше, что еще будет? Еще отличительная черта вот такой женщины, девушки, это вот это социальное взаимодействие исключительно на принципах борьбы с негативом. Борьбы, либо обсуждения, либо каким-то образом там видоизменения, реформации, но только негатив. Давайте мы соберемся для того, чтобы, не знаю, побороться с чем-то, для того, чтобы что-то исправить. Ладно, нельзя исправить, для того, чтобы просто покудахтать, посетовать, что вот все не так. Это никогда не объединение по поводу позитива. Давайте мы соберемся, в горы сходим. Я знаю, горы есть, вот мне рассказывали, они там безумно красивые, и там горное озеро. Просто полюбуемся, у костра посидим. Никогда. То есть это исключительно борьба, война с кем-то, с чем-то, попытка кого-то там принизить, покарать. Может быть, это праведный гнев, но тем не менее, восстановить нарушенную справедливость, это всегда негатив. Это всегда очень близкое соприкосновение с негативом. То есть, либо вхождение в этот негатив, либо столкновение с ним. Но никогда не позитив. Это человек, это еще одна отличительная характеристика, у которого нет идеалов. Идеалов в этой жизни. Не идеалов в смысле, там, а вот Роза Люксембург лучше меня боролась с этим миром. Нет, не в этом плане. А идеалов красивого чего-то. Что вот, ну не знаю, что для меня бы было идеалом. Денег накопите там по всей Юго-Восточной Азии пройти, там Гималайи посмотреть и так далее. То есть, чего-то красивого, идеального, но красивого при этом, хорошего, доброго, вечного, как говорят, тоже нет. Ничего хорошего в этой жизни нет. И поэтому максимальный идеал для такого человека, это другой человек, который рубанул этому миру намного круче, чем получается вот у данной девушки и женщины. Вот когда вы такое видите, будьте уверены, что дальше, если вы создадите семью, то есть даже в серьезных отношениях, это будет все равно все-таки ваш, ну, очень хороший знакомый. Но вы еще не родственники. Но когда вы перейдете в разряд родственников, хана, вот там вы увидите внутреннего человека. Опять же, это не печать у ЗАГСа переходит в разряд родственников. Печать ЗАГСа это всего лишь лохотрон. В разряд родственников переходит, ну, после определенной степени сближения, то бишь, когда появляется родство, когда близость становится уже родством. Так вот, там вы увидите внутреннего человека, и там будет жрать. Сколько знал домашних садистов, все максимально положительно характеризовались вовне. Сколько знал людей, максимально положительно характеризовавшихся вовне, но максимально. Все они были одиноки. Так вот, в личной жизни. Уж были ли они домашними садистами, ну, я с ними не сближался так близко. Именно через это, через то, что, ну, они хорошо характеризуются и там, давай дружить. Нет, но это люди были одиноки. Это вот всякая ерунда про эти венцы безбрачия, там, судьбу кручину плохую. Надо же, человек хороший, а его не приемлет. Дело в том, что от него отскакивают, как только немножко поближе подходят. Ну вот, поэтому с такими женщинами, то есть, обратите внимание, если ваша девушка, женщина такая прям вот активистка, комсомолка, отличница, обратите внимание, насторожитесь. Тогда смотрите второй круг. Хорошо, она такая хорошая, но так ли она хороша среди близких людей? И вот когда вы увидите, что близких людей у нее нет вообще, вот это уже повод насторожиться серьезный. Потому что, ну, здесь сочетание двух факторов. Первый фактор, что человек, там, хорош социально, это еще не повод сказать, что это домашний садист. Может быть, он правда хороший. Бывают хорошие люди, почему нет? Но если это вдруг как-то нерационально сочетается с тем, что у него в личной жизни полный край, полный ахтунг, то, скорее всего, да. Скорее всего, это домашний садист. И даже если девушка сейчас молодая, у нее просто не над кем, у нее нет детей, у нее нет мужа. Ей не над кем развернуться. Мать, а мать может быть тоже домашний садист. И намного более прожженный. И, собственно, девушка сейчас находится в положении солдата первогодки. То есть, она бы и рада дедом-то стать, но она еще по рангу не подходит. Вот когда она уже сама создаст семью, тогда она там станет дедом. А сейчас пока что она дух бесплотный. Ее мама реализует свои наклонности. Да, часто это бывает потомственно. Как только она из маминого протектората выйдет, то она реализует свои. Поэтому сейчас ей просто не на ком развернуться. И поэтому даже если вы увидите вот эти два фактора, положительная социальная характеристика и нулевая личная жизнь, то вам не нужно искать третий. Вот непосредственно домашний садизм. Его может не быть, но он непременно будет. Вот такая довольно-таки интересная категория женщин. Продолжение следует...